Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну вот, мы и вернулись в передачу «Неполиткорректное ток-шоу» с Сергеем Зацепиным. Номер телефона в студии 847-400-5200. Я, Анатолий Червец, ведущий этой программы, готов с вами общаться, отвечать на вопросы и обмениваться мнениями, если вы наберете номер телефона. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, вот у нас уже есть первый дозвонившийся. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Карабах никакого отношения к Грузии не имеет. Это был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда у Феликса появится, ну, хоть какое-то малейшее понятие о том, вообще, что происходит. Человек просто вот просыпается вдруг, становится на ноги и начинает просто говорить. Я же ничего не сказал словом о Грузии. Я сказал, что вопрос... Мне задали вопрос о том, что он вел войска на Кавказе. Я поэтому сказал, что после разговора с президентом Азербайджана и после разговора с президентом новоиспеченным Казахстана Путин пытается все-таки разобраться с вопросом Карабаха. Феликс, я вас очень прошу. Если у вас, честно, нечем заняться, ну, пойдите лучше прогуляйтесь по улице, подышите свежим воздухом. Добрый день, вы в эфире. Добрый день опять. Все. Теперь, значит, у нас, давайте вернемся к тому, что происходит у нас в стране. И вот тот факт, что сейчас Конгресс запросил налоговые декларации Трампа, мы понимаем прекрасно, что вот у нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что слушательница задала вам вопрос насчет Ингушетии. Я не знаю, какое у вас отношение к Феликсу, но Феликс просто, наверное, хотел заметить, что Нагорный Карабах и Ингушетия – это два разных региона. Окей, если я... Послушайте, дорогая моя, послушайте меня. Если вопрос был об Ингушетии, он не был так... Ингушетии? Да. Она задала вопрос, что происходит в Ингушетии. Если в Ингушетии, я услышал Кавказ. Нет, нет. Вы, наверное, это... Если вопрос был задан именно про Ингушетию, если честно, я не знаю, что происходит в Ингушетии, но поэтому мне показалось, что был вопрос задан насчет Кавказа. Но если это про Кавказ, это то, что я сказал, если это про Ингушетию, я обязательно проверю, что там происходит, обязательно. И обязательно отвечу на вопрос нашей радиослушательницы. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Невероятно интересно, что происходит в Ингушетии, очень важно. Да. Но вот то, что Конгресс забросил налоговую декларацию Трампа, это значительно более важно и очень сильно настораживает. Да. Они не останавливаются ни на ту секунду и пытаются всеми правдами, в основном неправдами добиться хоть чего-нибудь для того, чтобы сделать какую-то маленькую каку. У них ничего не получается. И попытки, я думаю, в ближайшие 6 лет, они не остановятся ни на одну секунду и будут продолжать. Но ужас заключается в том, что мы все молчаливо на это смотрим, губним на кухню, а сделать мы ничего практически не можем. Да. Мы ничего не можем сделать, ну, хотя бы потому, что, к сожалению, наша республиканская партия, ну, как-то... То есть я вот не вижу абсолютно ничего, кроме телодвижений со стороны Джим Джордана и Дэвин Нюнесс. Вот я не вижу никого, который что-то... Да, еще Линдзи Грэм, ну, Линдзи Грэм в основном говорит. Вот пока... Разница, я это перевью, но разница между так называемой республиканской партией и... Вернее, неправильно сказал, это не разница. В основном те люди, которые причисляют себя к республиканской партии, на самом деле такие же точно антитрамписты какие, те, которые называют себя демократической партией. Абсолютно. Абсолютно людей его очень сильно не любят. Абсолютно. Мало того, что ему надо бороться с демократами, помимо демократов, ему еще надо бороться со своей партией, которая делает все, чтобы вставить ему палки в колеса, для того, чтобы у него не получилось ничего из того, что он хочет. И для них все эти слова Америка, и это чисто слова пустые, бабло, которое их интересует, значительно важнее, а Трамп может наступить тем на горло, но источники доходов, и для них это, конечно, смерть и подобное. Поэтому я не знаю, чем это все закончится, но идет это явно не в ту сторону, куда хотелось. Оно вообще, в принципе, идет не в ту сторону точка. Но вот проблема в том, что вы описали то, что вот эти Невер Трампы расставляют ему палки в колеса, вы понимаете, проблема ведь в том, что Трамп действительно, он нарушил планы не только демократов, потому что должна была вы... То есть расклад, описывая, абсолютно простой расклад. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Да. Вот интересно, меня все время удивляет одна такая вещь. Вот вы говорите, что требование налоговой декларации в сущности незаконно. Нет такого конституции, нигде и, в общем-то, незаконно. Да. И есть еще одни вещи, которые, в общем-то, говорят о законе непрописанных. Ну, допустим, предоставить полный доклад этого самого СТС-прокурора. Да. А можно на требование демократов, если это незаконно? Да идите к черту, ничего вам не дать. Можно. Можно прямо сказать. Можно. Объясню как. Как сказать? Или вот что. Или вообще не реагировать на эти слова. Нет, они... Я понял. Совершенно у своих этих самых... Я вам скажу, они... То есть, проигнорировать они не могут, потому что они должны делать какие-то телодвижения. Но что они абсолютно действительно могут... Вот то, о чем сейчас идет разговор и то, что бесит демократов больше всего. Они сейчас проголосовали буквально пару дней назад за резолюцию о том, что можно выписать повестку этому бару, генеральному прокурору, чтобы он предоставил полностью весь рапорт. Да? Они это сделали. Теперь. Они эту повестку пока еще не выслали. Они ждут, что произойдет. Но это им дает возможность муссировать вот этот вопрос о том, что мы им сейчас там порвем всех на... Ну и пусть им муссируют. Вышел прокурор и сказал, я не имею права. Да. Майор из парса, милые эти, не дает мне возможности предоставить вам вот этот доклад. Все правильно. Сейчас там есть это... Хотите, что хотите, делайте. Спасибо большое. Спасибо. Давайте мы сделаем так. То есть, вот, еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день. Да, говорите, пожалуйста. Я... Just in case, I'm never Trumpist. Так. Так. Значит, когда вы получаете лон, у вас спрашивают tax return? Да. Да. Это законно? Конечно. Значит, когда вы идете на должность в банке, на even teller, customer service, whatever, у вас спрашивают tax return? Это я не знаю, я никогда не устраивался на работу в банке. Это работа в бизнесе организации. Алекс. Сейчас вы говорите, что запрашиваете президента, а это не закон. Алекс, послушайте меня. Я не Алекс. Простите, я... Да, да, я не Алекс. Да, да, да. Я не знаю. Окей? Да. Значит, смотрите сюда. Послушайте меня. Послушайте меня секундочку. Послушайте меня. Послушайте меня секундочку. Окей. Значит, есть закон закон в США, где запрашивать налоговые декларации могут определенные организации, ни в коем случае не комитет по финансам. Это не входит в их компетентность. Понимаете? Это есть такой закон. Если вы не верите, пожалуйста, возьмите, проверьте. Поэтому сейчас разговор идет ведь не о том, что... Выключите радио, потому что у вас там сильный фон стоит. Там же сейчас разговор идет не о том, что можно или не можно. Разговор идет о том, что такой комитет, как комитет по финансам или даже комитет Judiciary Committee, то есть это комитет юстиции, они не являются рассветовательскими органами. Нет, оверсайт комитет не имеет права, поэтому Каммингс не подает петицию, потому что он единственный умный из всех вот этих диетов, которые пытаются... Вы не те диеты, вы не можете ставить англ. Ну, поверьте, так, все ясно. Можно я вас отключу? Я должен попросить у вас разрешения вас отключить, потому что разговор идет никуда. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Хотелось бы ответить этому господину Нево Трампу. Вы понимаете, можно было бы просить и предоставить налоговую декларацию, даже на добровольной основе. Но так, все в порядке, если бы противная сторона вела какие-то нормальные разговоры. А там же сидят только ненавистники и больше ничего. И получить еще целую пачку, тысячу страниц, игрушку до конца своих дней, они будут муссировать это. Зачем им давать в руки лишнюю игрушку? Их не устроит никакой результат. Абсолютно. Я вам больше скажу. Уже не устроил даже мало. Смотрите, если мы даже возьмем при нормальном раскладе, вот они запросили документы за 6 лет, да? Даже если он им предоставит документы за 6 лет, и если они перевернутся вверх ногами и ничего там не найдут, знаете, какой будет следующий шаг? Значит, у вас, я вам скажу, значит, у вас, если у вас не было проблем за 6 лет, то за 10 лет у вас точно были проблемы. Дайте нам, пожалуйста, ваши за 10 лет. Смотрите, это люди абсолютно невменяемые. Да? Потому что они Малера носили на руках 2 года. Он вел себя, Малер, как гестапо, самый настоящий. 20 или сколько больше человек разрушены жизни. Всесплошные подставы. Я недавно слушал, он же книжку написал. Вот так, этот пацан. Да, да. И она читается, как... Так, вы куда-то попали в какую-то эрию, вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста, честно, не слышно. Anyway, ну вот есть люди, которые понимают такую вещь, разницу между добровольным и принудительным порядком. Вот мне задал Невер Трампер такой вопрос. Ведь, когда вы заполняете бумаги на моргидж, вас спрашивают ваш текст-ритон. Значит, и то, и то действие является добровольным. То есть, вы подаете на заявку о каком-то долге, а вам говорят, для того, чтобы мы вам дали эти деньги, нам нужно знать, что вы платежеспособны. И вот тут становится вопрос, вы можете дать эти налоговые декларации и, может быть, даже получить лон, или вы добровольно отказываетесь эти декларации подать, и вам никто не имеет права в приказном порядке их предоставить. Понимаете, вот это разница. То есть, если бы Трамп заполнял бумажку на очередной лон, ему бы могли сказать, ребят, у нас вот такие правила для того, чтобы мы вам дали деньги, вы нам должны предоставить. Сейчас я должен ответить сразу на две линии. Добрый день, вы в эфире. Существует АРС. Любой человек заполняет декларацию, заполнил и Трамп. Было бы что-то неладное, они бы подняли это. Сто процентов. Стами понимаете. Сто процентов. Тем более, АРС был абсолютно, принадлежал фактически Обаме. Он с ним делал, что он хотел. И если бы было хоть какое-то малейшее что-то, ему бы обязательно быстренько, вернее, демократам бы обязательно быстренько кто-то бы что-то сообщил. Но, опять же, я просто отвечаю на вопрос человека-навертрампера, потому что это человек, который он постоянно пытается придумать какие-то новые законы. И главное, чтобы Трамперу все-таки вставить. Ну, не получается. Почему? Потому что, действительно, мы пока еще все-таки, даже несмотря на то, что многие ненавидят Трампа, и несмотря на то, что происходило последние два года в комитете, то есть в департаменте юстиции, в министерстве юстиции, в ФБР, несмотря на все это, наша страна все-таки, слава Богу, является стороной законов. И есть вещи, которые, как бы мы хотели или не хотели, эти вещи все-таки диктуются законом, диктуются конституцией, диктуются криминальными законами и так далее. Поэтому тот пример, который мне предоставил, он же не представляет свое имя, он говорит «Невер Трампер». Я его так и буду называть. То, что мне предложил «Невер Трампер», как свою причину, это абсолютно бесполезная идея. Почему? Потому что, действительно, ты устраиваешься в банк, тебе говорят, давай законы, давай декларацию. Это одно из условий поступления на работу. Это не является условием становления президента показать свои декларации. Вы понимаете, господин «Невер Трампер», о чем идет разговор? То есть, одно дело, вот если бы Трамп решил получить еще какую-то суду, ему бы сказали «Покажи декларацию», и он бы должен был в добровольном порядке ее предоставить. Но, сейчас, ни один, значит, единственный, кто может подать и то через суд, это следственный орган. Что такое следственный орган? Объясняю господину «Невер Трамперу». Это может быть ФБР, это может быть СИА, это может быть АРС. Ну, АРС и так, и так знает, что у него там происходит. Это следственные органы. И то, для того, чтобы его заставить, предоставить эту информацию, это не просто так «Покажи», и он показал. Нет, для этого существует суд, где тот же ФБР, тот же СИА, точно так же, как то, что происходило с «Файзер Уоррент», да, должны пойти в суд, должны объяснить суде, почему они должны увидеть эти налоговые декларации. Господин «Невер Трампер», пожалуйста, учитесь, ну, хотя бы понимать законы, хотя бы понимать. Не давайте вот этой ненависти к Трампу застилать вам глаза. Смотрите, что получается. Да, сейчас вот этот комитет запросит у Трампа налоговую декларацию. Адвокаты Трампа выйдут в суд и скажут, секундочку, на каком основании Трамп должен показать вот такую информацию. Комитет, как истец, ответит, что мы проводим расследование. Тогда судья задаст вопрос, расследование чего? Какую вы, в чем вы обвиняете Трампа, в чем его нарушение закона, и на каком основании вы требуете проводить вот это расследование? В Америке существует закон, невозможно начинать расследование, не имея на это оснований. Так вот, то, что сделали специальный прокурор, потому что был бы, если бы на тот момент Сэшнс себя не самоустранил, вот такой прокурор, как Барр, я имею в виду генеральный прокурор, он бы в жизни допустил назначение специального прокурора. В жизни. Понимаете? Вот в чем состоит вот эта вся самая большая проблема. То есть, все то, что произошло пока, до сегодняшнего дня, это было чистое нарушение закона. И вот теперь, при теперешнем генеральном прокуроре, я надеюсь, что все-таки закон будет соблюден. И вот все те запросы, которые будут засылаться как расследование, не может человек... Вот я не могу прийти к вам и предъявить вам, вернее, и запросить у вас всякие ваши бумажки, даже через суд, не объяснив, зачем мне это надо, в чем ваше так называемое преступление. Вот и все. Поэтому, дорогие друзья, линии все горят, но, к сожалению, просто нет времени принять звонки. Просто, честно, нет времени. Поэтому спасибо вам огромное. Давайте, может быть, если есть какие-то вопросы, я знаю, что мы с Сережей завтра будем обсуждать, и с Олежкой Патлогом, мы будем обсуждать вопросы на Народной Трибуне. Если они у вас останутся, ваши вопросы, пожалуйста, перезвоните завтра. Народная Трибуна с 12 до полвторого. Перезвоните, и мы обязательно с вами пообщаемся. А пока что всем огромное спасибо. Спасибо за то, что были с нами. И даже тому же Феликсу, и даже тому же Невер Трамперу. Спасибо за ваши звонки. Просто в следующий раз учите мать часть. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо.